Вы замечали, что в последнее время мы живем как будто где-то в Хогвартсе, кругом одни маги, тарологи, волшебники, астрологи, эзотерики, колдуны, шаманы, космоэнергетики, ну и так далее. Помимо их количества поражает и спектр услуг, которые они якобы оказывают. Было непросто, но мы собрали топ-10 магических шарлатанов из Татарстана, ну, в смысле, колдунов, гадалок, экстрасенсов и прочих ребят из этой области. Скорее всего, за этот выпуск нас проклянут, но ничего страшного, начинаем. Десятое место. Анатолий Емельянов. Экстрасенс, ясновидящий, владеет гипнозом. В списке его основных услуг предсказания и снятия порчи. Чаще всего подобные персонажи козыряют участием в разных телевизионных проектах, и Анатолий, собственно, не исключение. Участник, как-никак, восьмой битвы экстрасенсов, на секундочку. Мальчику постоянно внушают, что мать у него такая. Мальчик вы думаете, да? Нет, девочка, по-моему. Девочка, по-моему. Он гадать даст он. А я же сейчас склонна девочка, а потом мальчик. Ну, дураки. Я же говорю, дураки. То есть вам верить не нужно. Абсолютно. Помимо его стандартных услуг, он разработал исцеляющий диск «Киберсант-целитель». Это какой-то CD-носитель, который якобы выполняет роль карманного экстрасенса. Короче, какая-то дичь. Как он вообще пришел к этому, неизвестно, учитывая, что до этого всего он был учителем физкультуры. Может, мечом знатно прилетело однажды. Кто его знает? Девятое место. Эскандер Яснев. Профессиональный астролог. Не просто сейчас, наверное, приходится этому человечку, ибо профессиональных астрологов стало как грязи. При этом работает он официально. У него офис в центре. У меня джип в Москве. Там он оказывает частные астрологические консультации в своей конторе «Астрология успеха». Всем привет, я Влад, мне 25. И я успешно при на... И на... Давайте теперь попытаемся разобрать, почему он так хорош. А потому что он окончил высшую школу классической астрологии, прошел курс семинаров Павла Глобы на секундочку. И говорит, что он родовой шаман-целитель. Ну, как говорится, не все шаманы в России собирают большие залы. Восьмое место. Ксения Устинова. Астролог-торолог. Не знаете, как поднять бабки? Ксения научит. Натальную карту эта девица намутит вам за 5 900. Но знаете, что заметил? У нее отвратительный сайт. То ли она жадничает денег на это, либо у всех этих магов фишка такая. Чем более всратая страница, тем убедительнее. В остальном она себя позиционирует почти как Далай-Лама, потому что может дать ответы на все главные вопросы. Вот вы книжки, наверное, читаете, саморазвитием занимаетесь. А зачем? Ксюшка Устинова же есть. Она вам все расчехлит за 5 900. Седьмое место. Зульфира Губайдулина. Народная целительница. Знахарка. Ну вот эта женщина подкупает своей загадочностью и возрастом. Чтобы попасть к ней на прием, нужно ехать в деревню Нижний Токаныш, Мамадышского района Татарстана. Там вас встретит она. Это уже добавляет антуража. Потом скажет, что вам неделю нужно умываться перед сном отваром из яичной скорлупы и головки луковицы, и все пройдет. И люди будут это делать. Ну не может брать бабки из деревни, до которой столько пилить пришлось. Сколько она берет неизвестно, но поговаривает, что иногда к ней стоит очередь, как в банге. Слушайте меня. Слушайте. И если вы смеетесь и скажете, кто вообще к ней поедет, а я вам отвечу, еще как поедут. Люди, в которых расшатана нервная система, бывают очень податливы на такого рода хрень. А вообще, лишний раз лучше сходите к психологу. Шестое место. Сергей Игошин. Экстрасенс. Ну здесь у нас уже более тяжелая артиллерия, потому что основные скиллы этого Сережи предсказания будущего, целительство, снятие порчи, общение с душами умерших, старославянские обряды, амулеты, обереги. Лично мне Сережа показался очень опасным типом. Вот такой точно может нас проклянуть. Поэтому эту часть я на всякий случай записываю с чесноком в руках. Но повыпендриваться Сережа тоже любит. Может себе это позволить, потому что на секундочку он финалист проекта «Сверхъестественное» на телеканале «Пятница». Вы здесь, ответьте мне. Привет, это кто? Федор Иванович. А, здорово! Ну как минимум, если вам скучно и некуда дебать свои деньги, то вы, конечно, можете сходить и поржать над этим всем. Аттракцион своего рода. Но при этом чеснок в кармашке лучше держать. Ну так, мало ли, лишним не будет точно. Юлия Сергеева. Таролог, парапсихолог, основатель школы магии и волшебства. Владелица эзотерического магазина «Эзотера». Нет, друзья, вам не послышалось. Школа магии и волшебства. Вот он в Хогвартс в чистом виде. То есть, понимаете, она одна из тех, кто плодит все это мракобесие, обучает и потом всякие атрибуты шаманские продает. Да. Кстати, она утверждает, что прям видит насквозь. Для более убедительного эффекта перед вот такие видосики. Убедительно, согласитесь? Просто в душу зрит Юля. Однако, есть ощущение, что подписчиков она себе тоже наколдовала. Ну просто как-то странно, когда у тебя почти 9 тысяч подписчиков, а лайков на посте 60. Ну, не доколдовала немного. Ну и фиг бы с ним, но за две встречи она ставит прайс в 15 тысяч рублей. За эти бабки она обещает вывести вас на новый уровень и открыть дар. Интересно, а слабоумие это дар или нет? Напишите в комментариях. Птички на стол. Четвертое место. Алсу Газимзянова. Экстрасенс. Предсказывает будущее. Итак, мы подобрались к тем магам, для которых нет ничего невозможного. Алсу может все. Открытие денежного канала, помощь в бизнесе, снятие негатива с человека и помещений, снятие порчи, проклятия, венца безбрачия, определит и диагностирует болезни и их причины, проблемы семейных и любовных отношений и даже устранение бесплодия. Да что ты, черт побери, такое несешь? В повседневной жизни она, между прочим, еще и ведущая программы «Седьмого чувства» на Бимрадио. А еще она пыталась стать певицей и записывала песни на татарском языке. Но че-то не пошло. Странно, что она это не предвидела, конечно. Ну и, конечно же, она финалистка битвы экстрасенсов, которая добровольно покинула проект из-за беременности. Кстати, из интересного, она бывшая жена того самого Емельянова, который у нас на десятом месте. Интересно, а когда экстрасенсы ссорятся, они какие-то обряды друг на друга наводят или нет? Третье место. Виктория Мефодиева. Гадалка, таролог, парапсихолог, рунолог. Рунолог, блин! Я вот малину люблю, значит ли это то, что я малинолог? Ну да ладно. С ее слов, она в индустрии уже 22 года. В коммерческом интервью говорила, что если у человека денег нет, то она готова помочь ему даже за шоколадку. Но как же понять, крутая она или нет? Да все очень просто. Ее показывали даже на ТВ3. Виктория Мефодиева уверена, избрать путь, не связанный с мистикой, она просто не могла. В роду 20-летней ясновидящей шесть бабушек-колдуней, и их сила перешла к ней по наследству. Ну вы видели, это точно уровень, и все вопросы отпадают. Не шутите с татарскими сихерча. Татарские сихерча. А лучше улучшайте свое финансовое состояние за 20 один день вместе с Викторией. Ну, тут шоколадкой вы вряд ли отделаетесь, конечно. Второе место. Леана Кочетова. Денежный нумеролог, астропсихолог, таролог, основатель школы нумерологии и познания себя магия чисел. В определенный момент все они начинают открывать свои школы. Магия чисел значит. Магия в том, что вы заносите пятизначное число, чтобы разбираться в числах в целом и видеть в них будущее. Но она себе цену реально знает. Вы, например, можете купить супербокс от Леаны из набора минералов и бусин с редкими камнями и артефактами для зарядки браслетов всего за сорок тысяч рублей. Чего? Ну это же потрясающе. Заказать ширпотреб с Алика, придать ему значимости и толкнуть задорого. И прикиньте, этих людей, по сути, вообще не мучает совесть. Потому что они настолько поехали на этой теме, что сами начали верить. Поэтому им норм. И вот она пишет. Кодирую на изобильную жизнь. Но теперь-то понятно, что кодирует она не людей, а себя. Все просто. Первое место. Тамара Афанасьева. Мак. Ну, Тамара, по сути, работает лучше всех. У нее большая база клиентов и активной аудитории. При этом она защищена. Потому что у нее дистанционные обряды. И вы просто должны поверить ей на слово, что она там все подшаманила. А конкурентные цены дают ей поток клиентов. Ну вот, например, приворот от 300-900 тысяч рублей. Гадание 900 рублей. Снятие негатива 2 900. Это приемлемо. А вы спросите, а что же делать, если не сработало? Муравью хуй приделать. Естественно. Провести процедуру повторно. Ну, вы что как маленькие? А если и после 10-го раза не поможет, ну, видимо, не судьба. Да и что вы сделаете человеку, с которым даже не встречались? Да ничего, собственно. Вот это великолепный план, я считаю. Надежный, как швейцарские часы. На этом все. Напишите в комментариях, верите ли вы в разного рода экстрасенсов и обращались ли к ним. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и если вам нужен стакан заряженной воды, то можете зарядить его, пересмотрев этот выпуск еще раз. Главное, стакан поближе поднесите. Всем адьос.